Добрый день, уважаемые зрители! Итак, у нас очередной еженедельный веб-мастерские новости выпуск. Как взломать поиск Яндекса? Компания Яндекс выложила свой алгоритм машинного обучения CatBoost на GitHub. Это реализовано было в рамках стратегии технологического развития компании, а также специалистами компании было заявлено, что решение, которое было разработано, показывает существенно выше результативность, чем MatrixNet. Мы присутствуем при историческом моменте, когда SEO-специалисты могут скачать себе решение от Яндекса, которое в дальнейшем будет использоваться в поиске, разгадать алгоритм ранжирования, загрузить свои данные и создать модель, при которой они смогут эффективно продвигать свои сайты. Вы мечтали об этом? Яндекс дал вам возможность это сделать. Проект Росработа был куплен за 70 миллионов рублей. Издательство Херман Шкулев купило рекрутинговый сайт Росработа. Как мы знаем, всего несколько недель назад это же издательство продало сетку своих региональных автомобильных сайтов за полмиллиарда рублей. В данный момент они купили новый сайт Красноярского рекрутингового агентства с аудиторией миллион посетителей в месяц. Проект будет интегрирован в их другой рекрутинговый проект Зарплата.ру. Таким образом, они расширяют свое влияние на нишу рекрутинга. И мы видим, как инвестиции, полученные с одного сегмента приходят в другой. Подарок для ваповым мастеров. Компания Beeline разработала новый мессенджер с бесплатными звонками, новостями, спецпредложениями. Реализовано это будет уже сейчас не только в России, но и в Италии, и в нескольких странах СНГ. Тем самым у нас будет возможность для активных ваповым мастеров получить много трафика из нового мессенджера, с одной стороны, этот трафик уже будет очень жестко отфильтрован, то есть он будет реализован через пользователя Beeline, вам не надо будет настраивать дополнительно лендинги, а с другой стороны, эта аудитория еще не привыкла к новым коммуникациям и не так много мастеров работают в этой нише. Яндекс.Маркет намеренно перейти на модель онлайн гипермаркета. Вслед за решениями, которые показывают высокую динамику развития видео Амазона, мы видим, что из товарного агрегатора Яндекс.Маркет превращается в торгового представителя. К этому его подтолкнули две вещи. Первая – это переход с модели за клик в модель Cost Per Action, следующим продолжением логичным являлся Cost Per Sale. С другой стороны, изменение законодательства, по которому гипермаркет несет на себе такую же ответственность, как конечные продавцы. Ну, а, соответственно, если несет ответственность, то и надо перетаскивать всю финансовую историю на свою сторону и развиваться полноценно, как это приходит в западных магазинах. В Google Analytics появился голосовой поиск. Это сделано с нескольких сторон. Во-первых, новичкам упростить возможность навигации по сложным отчетам, с одной стороны. С другой стороны, виден тренд, в котором в Google, чем больше развиваются технологии, тем больше людей пользуются именно голосовым поиском. По статистике самой компании, до 20% поисков, осуществляемых в рамках угла, происходит исключительно в звуковом формате. Ну и третье – это развитие, конечно, технологии. Чем больше сервисов и инструментов будут реализованы через голосовой поиск, тем совершеннее будут технологии. Google объявил о запуске персонализированной ленты на мобайле. Это будет решение, очень похожее на то, что мы имеем сейчас в Яндекс.Дзене. Вся эта история развивается на многих проектах, и у Рамблера аналогичное решение появилось. Оно говорит о том, что крупные компании, монстры, которые раньше раздавали трафик, сейчас пытаются агрегировать поиск в рамках своей истории, оттянуть часть пользователей из социальных сетей, где они потребляют именно новостной контент и контент своих друзей. Если выпуск вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Представляю вам нашу новую рубрику «Что почитать». Многие из вас спрашивали, что можно почитать полезного и интересного аналитического. Я подобрал за эту неделю три интересные статьи, надеюсь, вам они будут полезны. Ссылки на статьи будут внизу в описании. Первая статья – «Как найти источник трафика». Статья от нашего эксперта, который рассказывает, как искать топовые источники трафика в разных странах. На примере Вьетнама разобрана вся схема от первичной идеи до нахождения площадки, а также все особенности, которыми вы можете столкнуться с оплатой из России. Вторая статья рассказывает о расширении цен в Google AdWords. Особенность такова, что у нас AdWords всегда рассматривается с неким опозданием, и не все специалисты увидят те новинки, которые компания выкатывает. В частности, работа с ценой и осуществление особого формата подачи материала крайне важно реализовать именно сейчас, потому что как только у нас будет заявляться об этом на всех конференциях, будет не столь важно. В статье рассматриваются как новые факторы ранжирования, так и количество мест, которые будут заявляться в расширении цен, а также особенности по повышению кликабельности использования нескольких цен. Третья статья – это исследование ранжирования видео в Google и на YouTube. Мало кто из вас задумывался, но, может быть, специалисты все-таки изучали эту тему, что те видео, которые находятся в рамках ключевых слов на YouTube и на поиске Google, имеют разные факторы ранжирования. Так мы видим, что одним из ключевых моментов является момент, связанный с тем, как зарабатывает площадка. Чем больше времени человек находится на поиске, тем больше площадка зарабатывает с AdWords. А в YouTube непосредственно от качества ранжирования результатов мы знаем, что человек находится в принципе в поиске гораздо дольше, поэтому реклама ему может показать различные. От того зависит еще, что на Google происходят запросы. Есть навигационные, есть транзакционные, есть смесь из текстовых блоков, а на YouTube это исключительно видеоконтент, поэтому модель все-таки моновосприимаем одинаково. Также к факторам ранжирования можно отнести, что YouTube рассматривает достаточно важно время, которое человек тратит на просмотр ролика, и какие сопутствующие видео он смотрит для поиска Google, это не столь значительные факторы. Не буду вам пересказывать полностью эту статью, вы можете познакомиться с ней подробнее. Если выпуск вам понравился, если рубрика вам стала интересна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что стоит улучшить или что нужно добавить. Всего доброго, до новых встреч!